Здорово, вояки! У микрофона Зуберг. Я хотел вам сделать новостной выпуск, но потом понял, что меня волнует одна проблема. Первое, глобальный сервак. Второе, огромное количество тупорезов, не понимающих слова, которые вкладываешь ему в уши. Люди, даже слушая вроде как, ну у меня более-менее внятная речь, я стараюсь все-таки, хотя дураку понятно, что у меня есть огрехи. Но не суть. Суть в том, что я говорю А, мне говорят, что я сказал Б. Мне это подбешивает. Мне не нравится перенос сервака на запад. Мне не нравится, что сервак уезжает на 2200 километров из-под моей жопы, и мои 3 миллисекунды пинга превращаются в 4550. Точно так же, как это не нравится и вам. Вы считаете, что вас кинули, в целом это очень похоже на кидок. Да, тут есть какие-то причины, которые мы не раскрываем. Это, скорее всего, и оптимизация затрат, возможно, людские ресурсы, оптимизация людских ресурсов. Плюс, возможно, какие-то там будущие зоны покрытия онлайна. Я не знаю, ключмена чихает. Понятно, что в Амстердаме много серваков стоит, там хорошая инфраструктура, наверняка это все подешевле. Нам досраки. По большому счету нас интересует, чтобы у нас был хороший пинг. И с пингом будет проблема. Примерно стоит ожидать плюс 45-50 или 60-65 миллисекунд дополнительных пинга. Те, кто играли на 60 миллисекундах, получат 120. Кто играл на сотке, получат 160. Кто играл на десятке, получат 70. И это достаточно приличное увеличение. Не знаю, укладывалось ли это в логику Mail.ru и в их расчеты. Такое ощущение, что все-таки нет. В любом случае, много народу, кто восточной Москве отваливается или попадает в критическую зону пинга, когда уже играть почти некомфортно. Возможно, мыло все еще не до конца настроило серваки. Вроде как КМ и говорили, что этот тест больше такой технический, именно чтобы посмотреть, как это все выглядит в первом приближении. Я очень надеюсь, что они в будущем чуточку подумают над оптимизацией подключения. Например, вы можете подключаться не на русский сервак, если вы живете в западной России, а например, на амстердамский напрямую. Или, например, вы можете, ну скажем, может они оптимизируют каналы между серваками, не знаю. Физику, понятно, не надуешь, но какие-то оптимизационные правки можно сделать, пусть и небольшие. В любом случае, много народу пострадает в случае, если сервак останется в амстердаме. Как на это все можно повлиять? Я вам предлагаю каждому скачать ПТС, пойти потестить, посмотреть на свой увеличившийся пинг и пойти в соответствующую специальную форму, не форму, а тему на форуме и там написать, только корректно написать. Если вы напишите, что все пидорасы, вас пидорасом окажетесь единственным вы. Вас просто забанят и пошут нахуй. Такого рода в скукареке мейла не интересуют, и они это за мнение не считают. Соответственно, хотите оставить свое мнение, оставляйте корректно. Единственная возможность хоть как-то повлиять на выбор mail.ru, в моем понимании, это массовые жалобы и недовольство тем, что сервак переезжает за 2000 с хером километров от нас, это ж пипец какой-то. Какие я вижу четыре путя выхода из этой ситуации? Самый невероятный, сервак остается в России и европейцы тотально сосут бибу с хреновым пингом. Я думаю, что mail на это не пойдет, потому что ну как бы европейцы, а еще там есть майком, который со всей дури будет тянуть на себя одеялку. Короче, тот самый вариант, когда абсолютное меньшинство отравляет жизнь абсолютному большинству. Второй вариант, сервак переезжает в Амстердам и там и остается. Тут уже совсем бибу мы. Тотально все, кто в восточной Москве попадает в зону риска, очень много народа отваливает, хотя может и не очень много. Я думаю, что mail все-таки прикидывал примерно карту покрытия своих абонентов и высчитывал, куда лучше выгоднее поставить сервак. По деньгам, по людским ресурсам, по покрытию онлайн и так далее. Короче, сервак остается в Амстердаме, Урал отваливается, Казахстан отваливается, Сибирь, Дальний Восток. В общем, грустненько. Те ребята и раньше играли там с пингами 80-100-120, а тут получают плюс 50 миллисекунд. Вообще, жопа полная. С другой стороны, возможно, в Европе mail начнет активнее рекламную кампанию, но я уже что-то заебался ждать рекламной кампании. По-моему, она уже никогда не начнется, мужики. Вып наебалов тотальная. Это второй вариант. Третий вариант, сервак ставит восточнее. Где-то в Восточной Европе, в какой-нибудь там Параге, Харинаге, досраке вообще. Посерединке между нами. Получается, ни нам, ни вам победила дружба. Здорово, мы экономим где-то 20-25 миллисекунд пинга. В моем понимании, это один из самых адекватных. Один из двух адекватных вариантов развития ситуации. Если уж mail прям вот решил переносить сервак туда. Вот прям совсем решил. И мы не можем повлиять. Ну а другой вариант, более-менее адекватный, в моем понимании, это система распределенных серваков. Когда бой передается на тот сервер, чтобы было комфортнее большинству игроков набранным в этот бой. Например, набирается в очередь там игроков и большинство из них из СНГ чпок, бой перекидывается на СНГшный сервак в Москве. И в целом все довольны, все играют. Если, соответственно, онлайна маловато, то вас могут включать в бой, созданный на другом серваке, например. И ваш пинг будет там 100, 70, 90 и так далее. При этом здорово было бы добавить ту самую галку, про которую я уже говорил, когда вы можете галочкой отключить формирование боев с вами не на своем серваке. Ну то есть, хороший онлайн, вы играете у себя. Плохой онлайн, вы там галку снимаете и вас начинает матчить иногда куда-то там на другой сервак. Вы быстрее попадаете в бой, но при этом ваш пинг может быть менее комфортным. Это все еще не самая крутая ситуация, потому что сильно влияет на качество геймплея в разных боях. Но тем не менее, это лучше, чем Амстеруда. Кстати, я так и не затронул North American, да, сервак, то есть североамериканский, там просто жопа. Вариантов развития ситуации я просто тупо не вижу. Там минимальный пинг примерно сотка, а так 120, 130, 150, народ в полной сраке. И ничего им не светит, никакого света в конце тоннеля нету. Вариантов у мейла опять же два. Или терпеть убытки там и содержать убыточный сервак, или, соответственно, закрывать сервак и терпеть репутационные убытки. Все. Еще раз повторюсь, для самых сука тугодумов, которых реально много, мне не нравится перенос сервака на запад. Вообще. Моя идеальная ситуация, сервак остается у меня под жопой, ну как под жопой, вернее, я у него под жопой, я в подвале возле батареи прикованной в офисе Mail.ru, а сервак надо в ноль. На этом все, спасибо за внимание и приходите еще. И не забудьте проголосовать на форуме. Пока.